В творчестве каждого народа столетиями создавались и передавались из поколения в поколение самобытные народные предания, мелодии, сказки, легенды, танцы. Народное творчество складывалось из ежедневной практики простого народа и не было направлено на высокий профессионализм. Народное творчество – искусство для всех, особый любительский бытовой художественный взгляд на окружающий мир. И в то же время народное творчество – не просто развлечение, произведение народной культуры – отражение мудрости и духа народа. В народном творчестве отражены общественный и бытовой уклад, знания жизни и природы, культы и верования, воззрения, идеалы и стремления народа, его мечты о справедливости и счастье. Важной частью народной культуры являются народные танцы и народный театр. Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру, темперамент народа. Игорь Моисеев Народный танец – один из древнейших видов народного творчества. Появление хороводов и других народных танцев связывают с народными обрядами, такими как обряд завивания березки, плетение венков, зажигание костров. Танцы имели глубокий смысл, символизируя природные перемены, смена времен года, движение солнца, приход весны. Постепенно отходя от обрядовых действий, танцы наполнялись новым содержанием, выражавшим новые особенности быта. Народы, занимавшиеся охотой и животноводством, отражали в танце наблюдения за животным миром. Образно и выразительно передавали характеры повадки зверей, птиц, домашних животных, русский танец – журавель, гусачок и другие. Отношение народа к танцам отразилось и в русских пословицах. Для России особую роль на протяжении многих веков играет хоровод, как истинно русский танец, отражающий характер русской народной культуры. Считается, что народный театр, так же как и танец, зародился в глубокой древности. В играх, сопровождавших охотничьи и земледельческие праздники, содержались элементы перевоплощения. Театрализация действия присутствовала в календарных и семейных обрядах. Святочное ряжение, свадьба и другие. В календарных обрядах использовались символические фигуры масленицы, русалки, купалы, ярилы, костромы и другие. Разыгрывание с ними сценок. В календарных и семейных обрядах участниками многих сцен были ряжены. С потерей магического значения обряд превратился в забаву. Рядились старика, старуху, мужчина переодевался в женскую одежду, а женщина – мужскую. Рядились в животных, особенно в медведей и козу. Костюм ряженых, их маски, грим, а также разыгрываемые ими сценки передавались из поколения в поколение. На святки, масленицу, пасху ряжены исполняли юмористические и сатирические сценки. Некоторые из них позже влились в народные драмы. Кроме театра живых актеров, в народных представлениях имел место театр кукол, часто называвшийся по имени героя представления. В России это Петрушка. Театр Петрушки представляет собой кукольный театр, где кукольник прячется за ширмой. Шарманка собирала зрителей, а за ширмой актер управлял куклой. Комедия с Петрушкой разыгрывалась на ярмарках и балаганах. Встречаются изображения, на которых ширма надета на тело кукольника, закрывая верхнюю часть тела, над которой видны куклы. А вожаки-медведи имеют при себе таких комедиантов, которые, между прочим, тотчас же могут представить какую-нибудь шутку с помощью кукол. Для этого они обвязывают вокруг своего тела простыню, поднимают свободную сторону вверх и устраивают над головой своей таким образом нечто вроде сцены, с которой они ходят по улицам и показывают на ней из кукол разные представления. Адам Алиарий, немецкий путешественник XVII века. На праздники святок ходили с вертепом. Основной темой вертепных представлений являлись рождение Иисуса Христа, явление ангелов, поклонение Волхвам, бегство в Египет, смерть царя Ирода. Представления сопровождали рождественские песнопения. А если присутствовал музыкант, то он сопровождал пение музыкой. Кукловоды и сопровождающие их музыканты и хор ходили от дома к дому, либо устраивали представления в местах общественного сбора, на торговых площадях. К народному театру относят также и райок, показ движущихся картинок в сопровождении текста. Райок – народный театр, состоящий из небольшого ящика с двумя увеличительными стеклами впереди. Внутри него переставляются картинки, или перематывается с одного катка на другой бумажная полоса с изображениями разных городов, великих людей и событий. Раёшник передвигает картинки и рассказывает присказки и прибаутки к каждому новому сюжету. Продолжение следует...